Сегодня в видео аппаратный маникюр и дизайн от руки для любителей кофе. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В прошлый раз на этих ручках был акварельный дизайн. Этот нежный маникюрчик относился отлично. Снимаю материал твердосплавной фрезой с красной насечкой. Это у меня самая мягкая насадка для снятия и самая любимая. Материал снимает плавно и мягко. Приятно работать. На этих ногтях гель-лак всегда носится хорошо. Нет от слоек, сколов и прочих неприятностей. Работать с этими ручками одно удовольствие. Опиливаю форму мягкий квадрат. Работаю одноразовыми сменными файлами с тонкой полиуретановой прослойкой. Она защищает от порезов в точках вроста. Именно поэтому часто мастера отказываются от тонких сменных файлов. Но с полиуретановой прослойкой шансы порезать клиента существенно снижаются. По многочисленным просьбам сегодня буду делать аппаратный маникюр. В работе использую любимую насадку пламя 23 диаметра с красной насечкой. Сначала на форбард, где вычистила левую сторону. Потом на реверсе обрабатываю правую сторону и сразу же поставив перпендикулярно фрезу, справа налево выворачиваю кутикулу. Это классный, эффективный и безопасный способ вывернуть кутикулу юбочкой. Я пробовала разные варианты поднимать бочонком, шариком, переворачивать руку клиента и вычищать пламенем. Но данный способ для меня показался самым классным и быстрым. Нет касания с ногтем, выворачивается всегда качественно и быстро. Кто еще не пробовал, советую, вам понравится. Единственное, когда выворачиваю, снижаю чуть-чуть обороты до 15-16 тысяч. Когда кутикула вывернута, можно считать, что 60% работы выполнено. Далее беру шарик с красной или синей насечкой. Это уже зависит от кожи клиента. В данный момент беру мягкий красный шарик. Уменьшаю обороты до 12 тысяч и аккуратно срезаю кутикулу. Если она была хорошо вывернута, то срезать ее будет легко, не займет много времени, да и у клиента не возникнет никакого дискомфорта. Бывает такое, что после работы шариком в синусах откуда ни возьмись, виднеется еще птеригий. В таком случае можно взять еще раз пламя и быстренько пройтись в синусах, чтобы все хорошо вычистить. Следующий этап – полировка. Прохожу силиконовой насадкой по коже вокруг ногти. Ну вот, маникюр готов. Теперь убираю всю пыль нейл-препом и прокрашиваю ультрабондом. В работе буду использовать rubber-базу Milano. Наношу тонким слоем с небольшим выравниванием. Плюшки не наваливаю, просто проверяю, чтобы боковые параллели были ровные и нигде не было впадин и бугров. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, так вы будете всегда в курсе моих новых видео. А мы идем дальше. Чтобы положить гель-лак поближе к кутикуле, пушером отодвигаю ее. Для покрытия сегодня выбрали два цвета из торговой марки Milano. Это 0,46 бежевый и 0,13 молочный шоколад. Субтитры сделал DimaTorzok Сначала хотела сделать градиент из коричневого в бежевый, но когда начала смешивать цвета, решили оставить просто какие-то хаотичные волны. Мол и так красиво. Да и к тому же градиентов на моем канале много, а вот такого еще не было. Этот рисунок напоминает капучино или латте. Бежевым покрываю в два слоя. Субтитры сделал DimaTorzok На мизинчике буду рисовать кофейную чашечку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok